Дорогие друзья, я приветствую всех, кто продолжает смотреть мой канал. Я Евгений Киселёв, вы видите, что в гостях у меня, как я вам и обещал несколько минут назад, Дмитрий Гордон. Дмитрий Ильич, я вас приветствую. Евгений Алексеевич, добрый вечер, добрый вечер, уважаемая ваша и наша аудитория. Только что я был в эфире с другой звездой Ютьюба, с профессором Валерием Соловьём. Вот, надеюсь, что вам понравился наш разговор, и вы уже ему там поставили лайк. Если ещё не поставили, он уже вот сейчас, через несколько минут, будет выложен на моём канале в записи. Там, пожалуйста, поприветствуйте ещё раз лайком Валерия Соловьяева. Ну и нас с Дмитрием Ильичом, пожалуйста, не обойдите. И, разумеется, ждём подписку на мой канал, на все каналы Дмитрия Гордона. У вас, Дмитрий Ильич, их уже сколько? Два YouTube-канала в гостях у Гордона и Дмитрий Гордон. Ну, и... Ну, сколько подписчиков? 7 миллионов 200 тысяч. О, это до меня ещё идти-идти за вами вследствие. Идущий, да, брящий. Это правда. Это правда. Ну, сейчас, конечно, главная тема – это Курск. Как я уже пошутил, да, вот Путин прошёл путь от Курска до Курска. Август 2001-го подводная лодка «Курск» утонула, да. Что случилось с лодкой? Она утонула. Что случилось с Курском? Спросят Путина в августе, в мистическом августе 2024-го года. Он скажет, его захватили. Когда настанет тот август, когда он, сука, уже сдохнет? Это у меня один вопрос. Когда придёт тот август? Или сентябрь, или октябрь? Уже не имеет значения, какой месяц, лишь бы сдох поскорее. Сколько он горя людям наделал. Миллионам людей одно чмо такое мышавое, крыса долбаная, причинило столько горя, сколько убито сотни тысяч людей убиты по его воле. Разрушены города цветущие. И не только же украинцы убиты, сотни тысяч русских убито. И он живёт. И он живёт. И, наверное, не наверное, а точно вкусно кушает, сладко спит. И не болит у него наверняка ничего. Но это как... Нет справедливости в мире. Это как знать. Может, и болит. Может, профессор Соловей и прав. Может, он и не умер, да, и не лежит в холодильнике. Но, знаете... Евгений Алексеевич, в холодильнике уже ничего не болит. Но это тоже правда, да. Послушайте, вы, кстати, обратили внимание, что 25 лет уже прошло. В эту пятницу, 9 числа, 25 лет, как вышел на экраны Борис Ельцин, и порадовал россиян дорогих, что у вас, дорогие россияне, будет новый премьер-министр. И не просто премьер-министр. Я хочу, чтобы он мне наследовал на посту президента России. Помните этот день? Конечно, помню. Очень хорошо помню. Как и новогодний вечер 99-го года, когда Ельцин сказал, я устал, я ухожу. Конечно. Слушайте, а вы думали тогда, что это так надолго? Ну, кто же может такое представить? Во-первых, конечно, была усталость от Ельцина. Он уже был в таком состоянии, когда на него было не просто больно смотреть, на него было стыдно смотреть. То есть, недавно страна еще под названием Советский Союз помнила Брежнева. Он был совсем недавно. В 1982 году он скончался, 10 ноября, если память мне не изменяет, в день советской милиции. Прошло-то всего ничего, ну что 1982, а это 99-е, ну 17 лет. Но Ельцин на глазах под воздействием алкоголизма жуткого и нагрузки наверняка тоже превратился в немощного какого-то дряхлого старика, который аккомпанировал оркестром, который бил ложками по голове президента Киргизстана Акаева, который спотыкался, падал, обсыкался, как говорят, и так далее. Это было раньше, а вот потом была операция на сердце, простите, да? И дальше после операции на сердце, как мне рассказывали врачи разного рода сильнейших анальгетиков и прочих лекарств, которые Ельцину пришлось принимать, потому что грудь-то болит после операции на сердце. Да, ему, я как сейчас помню, делал операцию выдающийся американский хирург Майк Дебейки и российский кардиохирург Ренат Акчурин. Видите, память не подходит. В 1996 году ему сделали после выборов уже, которые он чудом выиграл, но он их, мы понимаем, не выиграл, вот ему сделали операцию на сердце. Он превратился вообще в какую-то восковую фигуру. Он уже был похож не на Брежнева, а на Черненко, скорее. Вы наверняка помните, Евгений Алексеевич, как за месяц, наверное, перед смертью Гришин вытащил смертельно больного Черненко, задыхающегося от астмы, в центральной клинической больнице. Его поддерживали уже со всех сторон, заставили голосовать. Вот Ельцин был в таком состоянии, но что интересно, после того, как он передал власть Путину, он вдруг расцвел. Стал прекрасно говорить, передвигался по миру, то в Китай, то в Украину приезжал. И Леонид Макарыч Кравчук мне тогда сказал, я еще думаю, ну что Леонид Макарыч говорит? Он говорит, ну, наверное, перестали подтравливать. А потом, спустя годы, я говорю Кравчуку, а что вы думаете, действительно подтравливали? Он говорит, а почему нет? Это же Россия. Ой, это правда. Ну, я единственное, что внес бы небольшие коррективы, о чем вы только что сказали, все-таки Дебейки был уже стар, и он присутствовал. Он консультировал, да, Акчурин делал операцию. Делал операцию Акчурин. Кстати, я тогда, помню, брал интервью у Акчурина накануне операции, причем, что называется, брал по настоятельной рекомендации людей из Кремля, которые сказали, что вот, Евгений Алексеевич, мы вас очень просим встретить с Акчуриным и возьмите у него интервью. Я потом понял, почему. Акчурин должен был излучать уверенность в том, что операция пройдет благополучно и закончится успехом. И когда мы это интервью записывали, он сказал, Евгений Алексеевич, вы знаете, мне так не хочется вам давать интервью. Вот если бы меня настоятельно просили, наверное, как и вас, я бы никогда не согласился на это. Это просто против, знаете, вот и наших медицинских принципов обсуждать операцию, которая еще не состоялась. И многие вещи я узнаю только, когда я вскрою грудную клетку моего пациента. И, кстати, когда они вскрыли грудную клетку, это потом они уже после операции рассказывали, они рассчитывали там поставить типа 5 шумтов, а пришлось ставить двузначное количество. Я сейчас не помню, то ли 11, то ли 12, то ли 13. И другой сын, который делал эту операцию, Яков Брандт, к сожалению, ушедший из жизни раньше времени, преждевременно. Он просто говорил, ну мы как-то с ним так подружились, сразу на «ты» перешли. Он говорит, Жень, вот ты пойми, там не сердце, там тряпочка. Там от сердечной мышцы ничего не осталось. Но, тем не менее, операция прошла успешно. А вот что касается то, что Ельцин не выиграл на выборах, ну это, пожалуйста, не надо мне рассказывать. Ельцин те выборы, простите, выиграл, и там все было, в общем, абсолютно по-честному. В подчете голосов, которые были поданы на него и в первом туре, и во втором. Евгений Алексеевич, вы сказали сердце как тряпочка. Мне довелось видеть сердце человека на руке хирурга, выдающегося нашего хирурга, кардиохирурга Бориса Тадурова. Я присутствовал при операции, мы делали с ним интервью прямо во время операции на сердце. Я видел живое сердце на ладони, потрясающе. Но я вам скажу, конечно, вы стали не просто свидетелем, вы стали участником судьбоносных событий в истории России. Все проходило на вашем... Только-только-только давайте, пожалуйста, без лишних комплиментов. Нет, это не комплимент, а констатация факта. Вы стали свидетелями, участником судьбоносных для России событий. И если когда-нибудь вы рискнете написать мемуары, это будет, я уверен, серьезная работа. Но, что я хочу сказать. Виктор Степанович мне рассказывал, Черномырдин, что когда Ельцину делали операцию на сердце, он же был премьер-министром, и Ельцин должен был по протоколу передать ему на время чемоданчик и власть. Он подписал заявление, и Черномырдин мне сказал, что первым делом, когда Ельцин отошел от наркоза, он спросил, где? Где чемоданчик? Давайте заявление назад. То есть он был политическим животным. А вы знаете, Дмитрий Ильич, я вам другое расскажу. Вот есть у меня добрый, хороший знакомый, который тогда, в 1996 году, был заместителем главы администрации по кадровым вопросам, Евгений Савастьянов. Он сейчас в Америке, так сказать, в добровольной эмиграции, как и многие порядочные люди. Он тогда был назначен секретным указом Ельцина, руководителем комиссии, которая должна была следить за тем, как выполняет свои обязанности, временно исполняющий обязанности президента России Виктор Черномырдин. И вот все это время, пока они ждали, как пройдет операция, как Ельцин отойдет от наркоза и так далее и тому подобное, вот Савастьянов был где-то рядом, ну, уж не знаю, там, спали, не спали, но, во всяком случае, пока бодрствовали, он все время находился рядом с Черномырдиным и приглядывал за тем, чтобы он там чего не натворил. И, как я понял, у него были соответствующие полномочия, в случае чего там и чемоданчик отобрать, и ручку, и перо, и вообще... И жизнь, наверняка, тоже. Изолировать. Нет, я думаю, что не до такой степени. Вы с ним поговорите, он интересный собеседник, и он вам подробно расскажет про этот эпизод. Он смеется, говорит, я на самом деле не Черномырдин был руководителем России, а я, никому неизвестный Евгений Савастьян. Нет, ну, тогда он, собственно, был человеком весьма и весьма известным в те времена. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Хорошо, я все-таки вернусь, мы так с вами заболтались, а я бы хотел вернуться к истории про Курск. Не про подлодку Курск, а вот про Курск, куда зашли. Очень серьезно, я видел уже там оценку, что это четыре полноценных роты с тяжелой бронетехникой, с инженерным оборудованием, чего там у этих ребят нет, но пока я вижу никакой официальной информации украинской стороны мы не имеем. Что вам известно? У вас хорошие источники. Кто эти орлы? Значит, я не имею права до официального, в общем-то, уже извещения говорить, кто они, но я знаю, кто они. Эта операция готовилась в течение нескольких месяцев. Она готовилась очень тщательно, и в ход непосредственной подготовки был посвящен крайне маленький круг лиц, потому что по опыту предыдущих заходов противник заранее был осведомлен о том, что будет происходить. Поэтому главное отличие этой операции от предыдущих в том, что строжайшая атмосфера секретности сопровождала всю подготовку. Значит, было продумано все до мельчайших мелочей, что называется. И мы видим результат. Но это настоящая Курская дуга такая своя праздная. Я только что, мне пришло это в голову. Курская дуга. А еще есть Курская аномалия. Помните? Курская аномалия. Курская аномалия, да, конечно. Вот Курская дуга, Курская аномалия. Конечно, сердце наполняется гордостью за то, что многострадальные украинцы Курской области, над которыми издевались, не давали им учить украинский язык, не разрешали изучение украинского языка в школах, бомбили их долгие годы. Вот по многочисленным просьбам украинцев Курской области, а их в Курской области огромное количество, Украина начала специальную военную операцию в Курской области, целью которой является, безусловно, демилитаризация, деноцификация Курской области и возвращение прав на изучение родного украинского языка тысячам курян. Дмитрий Ильич, я вам должен признаться, у меня бабушка была курянка с типично русской фамилией девичьей Коваленко. Ну, я всегда говорил, у вас очень приличное лицо. Без украинской крови это практически невозможно. Нет, бабушка была мне не по крови, она была вдовой моего двоюродного дедушки. Но, понимаете, вот когда я родился, появился на свет, у моей покойной мамы не было ближе родственниц. К сожалению, в войну умер ее отец, в войну умер брат отца, умерла моя бабушка ее мама. Вот осталась только ее тетя, которая пришла к нам и сказала, мальчику нужна бабушка, и я хочу ею быть. Но ее фамилия действительно была Коваленко. Евгений Алексеевич, у вас потому так счастливо сложилась судьба, и профессионально, и вообще, потому что я знаю хорошо, что вы всегда прекрасно относились к украинцам и к евреям. Это вам и дало, собственно, вот эту карму, приличную и, в общем-то, репутацию, которая у вас есть на сегодняшний день. Но если переходим мы теперь к Курску, это фантастическая спецоперация, реально фантастическая, потому что в России же все тяп-ляп, никто ничего не продумывает, все на авось, как в песне пелось, помните, на честном слове и на одном крыле. Вот все так, воюют так на честном слове и на одном крыле, стянули кучу сил к линии соприкосновения с Украиной, с ВСУ, оголили все, что можно было оголить, в том числе и Курскую область, границу. Стоят мальчики, первогодки, второгодки, которые там охраняют границу, 18-19-20 лет. Плохо обученные, не думавшие ни они, ни их командование, что может последовать начало СВО с украинской стороны. Ну и что? ПВО нет, ни черта нет. Ну и получили. Сейчас весь интерес заключается в том, насколько глубоко Украина войдет на территорию России и насколько мы сможем окопаться на занятой уже территории. А там и Суджа, и Коренева, или Корнеева, как она называется. Вот это будет крайне важно, потому что если украинцы окопаются там, выбивать их оттуда будет равносильно тому, что выбивать из Харьковской области, из Подволчанска, какая разница. Тем более рой дронов уже висит на наших дронах, над Курской областью. И там же неподалеку, собственно, Курская АЭС, а это уже геополитика, это совершенно другая история. Вот смотрите, смотрите, тут у меня возникает вопрос. Не нахворятся ли очень хмуро западные партнеры Украины, для которых ядерная безопасность – это святое? Целая Германия отказалась от ядерной энергетики из-за того, что на другом конце света случилась авария на Фукусиме. Вот как могут среагировать партнеры, западные партнеры Украины, если начнется что-то там, продолжение спецоперации вблизи этой самой Курской АЭС? Я знаю реакцию партнеров. Я сейчас скажу, чтобы не называть, меня никто не уполномачивал на это. Значит, у нас есть два самых близких нам партнера. Один партнер очень обеспокоен реально этой ситуацией, второй партнер сказал «молодцы, давайте дальше». Вот, не называй этих партнеров. Может быть, смен Курская АЭС на Запорожскую АЭС потом? Возможно, все. Возможно, все. Сейчас все будет зависеть от дальнейшего развития событий. Но, в любом случае, налицо политический эффект мощный, военный эффект мощный. И знаете, что еще важно? Я всегда внимательно слежу за выражением лица Путина. Если можно сказать, что то, что он носит на плечах и на шее, это лицо. Это крысиная морда. Поганая крысиная морда. Тем не менее, я смотрю за ее выражением. Вот он сегодня встречался сначала с Советом Безопасности, а с членами Совета Безопасности, затем с силовиками. Присутствовали Белоусов, Шойгу, Бортников. И по скайпу включался начальник генерального штаба Герасимов. Путин не мог скрыть своего раздражения и своей злости. У него губы. Вот обратите внимание, друзья, которые нас сейчас смотрят, наша аудитория, обратите внимание на выступление Путина короткой именно перед этой четверкой. У него тряслись губы. У него гримаса злости и ужаса была на его лице. Это видно. Россия показала это крупным планом. То есть, конечно, это публичное унижение России и Путина. Но как война переходит уже в Россию? Оказывается, русские солдаты сдаются с копом. Тела русских солдат валяются на дорогах в Курской области, нигде не будь. Автоматы отдельно от них. Значит, захватывают деревни и районный центр. И люди говорят, я смотрю много видео людей, люди говорят, а где наша армия? Ну как, где ваша армия? Действительно, а где наша армия? Ваша армия воюет в Украине, а наша армия зашла в Россию. Ну что непонятного? Это же так просто. У вас своя спецоперация СВО, у нас своё СВО. Ну у каждой страны есть своё СВО. Откуда это? У нас своя свадьба, у вас своя. Из свадьбы в Малиновке ли? Да-да-да-да-да-да-да, наверное. И посмотрите, какой растерянный вид имеет губернатор Курской области. Вот если было бы можно, зубы клацали бы о зубы. Растерянный вид. А знаете ещё в чём проблема? В России так построена вертикаль, что каждая маленькая шавка ждёт приказа от вышестоящей. Инициатива наказуема. Любые нестандартные поступки без одобрения начальства наказуемы. И поэтому бардак тоже происходит. Чистый бардак. Да, кстати, вы не сказали ещё об одном, что там, в Курской области, именно вот там, где происходят сейчас боевые действия, там единственная точка входа российского газопровода, по которому осуществляется транзит газа. И, по-моему, уже появились сообщения, что вот это газоизмерительное, там, где поддерживается... Уже под контролем. Уже под контролем. То есть, может быть, решили до истечения договора, вот в этом году, что в декабре заканчивается договор о транзите российского газа через украинскую территорию, может быть, решили раньше времени этот договор закрыть? Вы знаете, конечно, Запад, если бы хотел, чтобы Россия была неспроможна, это как, ну, не могла воевать, короче, он бы давно не оружием определял ход войны, а срывом доходов от продажи нефти и газа. Вот обрезать нефть и газ, и воевать будет не на что. Это же азы. Слушайте, я рассказывал когда-то эту историю, как Шеварднадзе, Эдуард Абросик Шеварднадзе, я у него был дома, он уже перестал быть президентом Грузии, он мне дал большое интервью, и он мне на пальцах рассказал, как великий американский президент Рейган вместе с великим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, выкрутили Советскому Союзу руки, как нефть стоила уже 7 долларов за баррель, и как Горбачев пошел от невозможности дальше гонки вооружений на гласность, перестройку, демократию и все остальное. Я, когда мне Шеварднадзе рассказал, как позвали физиков, а не с Горбачевым, помните, СОИ, Рейган, да, США, СОИ, стратегическая оборонная инициатива, «Звездные войны», «Весь мир на ушах», и пригласили физиков Горбачева и Шеварднадзе, наших ведущих, и говорят, товарищи физики, что это там Рейган себе позволяет? Они говорят, да, это чистый блеф, не обращайте внимания. Через месяц физики попросились снова на прием, говорят, мы все изучили, это не блеф, это реальность, и для того, чтобы нам ввязаться в эту гонку, нужно 20 лет и зубы положить на полку. И тогда, сказал мне Шеварднадзе, мы с Михаилом Сергеевичем начали перестройку, гласность, демократию и все остальное. Я через пару месяцев в очередной раз был у Горбачева, и говорю, Михаил Сергеевич, а вот я сейчас был у Эдуарда Амбросевича, Шеварднадзе, и он мне сказал про физиков, он положил мне руку на колено, сказал, это все правда, это правда. Вот так эти мудрые люди, этот господин Рейган, это великий человек вообще, мне Шеварднадзе говорит, он же был первый Шеварднадзе, кто встретился из нового правительства уже Горбачева с Рейганом. Рейган шел ему навстречу, и вот так вот в него тыкал пальцем, говорит, вы представитель империи зла, но я буду с вами разговаривать. Шеварднадзе обалдел от такой вообще истории, а Рейган еще говорит, и вообще этот ваш Федор Ленин. Шеварднадзе говорит, а я же был первым секретарем ЦК Компартии Грузии, я же правоверный коммунист, я ему говорю, не Федор, а Владимир, ну а какая разница? Вот так он разговаривал. Послушайте, как говорится, других писателей у нас не было. Первый президент независимой Украины, покойный Леонид Макарович Кравчук, кем был? Тоже первым секретарем ЦК Компартии? Конечно, конечно. Он не был первым секретарем, он был главным идеологом. Он был секретарем по идеологии. Да, главным идеологом был. На самом деле, я ему как-то в разговоре сказал, Леонид Макарович, это было интервью, вот как вы дошли до жизни, вот как случилось, что человек, который руководил сферой идеологии в Украине, которая была покруче, чем во многих других республиках. Евгений Алексеевич, простите, пожалуйста, простите, я вас перебью, мне Леонид Макарович рассказывал несколько раз, он говорит, я, наверное, единственный человек в СССР, кто прочитал полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина два раза с карандашом в руки. Да, и, наверное, прочитав, пришел в ужас. Да, поэтому, если бы Запад мог хорошенько выкрутить руки в сфере газа и нефти, поэтому, возвращаясь к Суджи, к этой распределительной станции, или как она называется, я бы ее, конечно, взорвал, там, собачьим, но наверняка есть какие-то договора международные, за мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Не, ну, послушайте, вот 60% российской нефти идет из портов Балтийского моря через датские проливы. Гатегат и Скагерак. Помните из школьной географии эти замечательные названия? Их даже не надо перекрывать. Достаточно, чтобы датские власти совершенно на законных основаниях ввели бы повышенную плату, максимально повышенную плату за проход через эти проливы танкеров, которые прячут свое национальное происхождение, скрываются под непонятными флагами. И, к тому же, находятся в недолжном техническом состоянии. Потому что вот этот вот серый, так называемый, танкерный флот, который Россия накупила там, барахла старого, вот он же на самом деле должен быть списан на металлолом. Евгений Алексеевич, я всегда говорю, я благодарю Запад тысячу раз, от всей души. Я благодарю лично президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона лично благодарю за то, что они в 22-м году спасли Украину. Если бы не эти два человека, я не преуменьшаю значение украинской армии героической, украинского народа, не преуменьшаю. Но, если бы не эти два человека, я для себя это твердо знаю, Украины как государства уже не было бы, и мы бы с вами разговаривали не в Киеве, а где-то в других местах. Не исключено, что не столь отдаленных на территории Российской Федерации. Поэтому тысячу раз спасибо Западу, вот вообще от всей души. Но параллельно с тем, что я благодарю Запад, я говорю о том, что Запад бледует с Россией. Бледует, к сожалению. Потому что, если бы Запад хотел этот вопрос уже закрыть, он бы его закрыл за пару месяцев. Обрезать этим подонкам все. Как Задорнов когда-то шутил, обрежем вам газ, дышите своим. Вот обрезать все. Нефть, газ, возможность продавать. Банковскую сферу просто порвать в клочья. И дать Украине оружие, которое мы же понимаем, что воевать сегодня надо, не числом, а умением. Мало ли у кого сколько войск, у кого сколько населения. Ну так индийская армия вообще самая крутая в мире должна быть, исходя из населения. Дать технологии, дать такое оружие, благодаря которому малым числом можно решить все задачи. Но Запад этого не хочет. Вопрос на засыпку. Вы знаете, сколько в России населения мужского, которое в состоянии, грубо говоря, носить оружие и по-настоящему воевать. Людей в возрасте от 20 до 40 лет. Ну давайте я попробую навскидку. Значит, если население 140 миллионов, плюс-минус. Давайте отложим, давайте мужчин возьмем миллионов 65, из которых дети, пенсионеры, значит, останется миллионов 30, наверняка, мужчин призывного возраста. Из этих миллионов 30, кто не спился, не снаркоманился, не скурился, ну миллионов 5 явно наберется. Немало. Но их же надо одеть, обуть, вооружить, а все разворовано до нас. Так вот, Дмитрий, оказывается, есть официальная статистика госстата Российской Федерации, 20 миллионов человек мужского пола в возрасте от 20 до 40 лет. Вычьте из этих 20 миллионов тех, кто уже служит, тех, кто имеет бронь, тех, кто ФСБ, ФСК, ФСО, там во всех этих спецслужбах, в МВД. И оказывается, что ресурсы человеческие, вот этого самого пушечного мяса, не так-то много у России. Там колоссальный демографический кризис, колоссальный. Безусловно, и то, что, смотрите, в Москве, в Питере людям платят 20 тысяч долларов уже и больше, подъемных, только за то, что они подпишут контракт, чтобы отправиться на убой, я вам скажу, 20 тысяч долларов, ни хрена себе, я не знаю, или в США столько платят за контракт подъемных, не уверен. Кстати, цены растут. Цены растут. Две триста, кто-то говорит, то ли в Питере, то ли в Москве. Два миллиона триста, да? Два миллиона триста тысяч. Это уже больше. Это больше 20 тысяч долларов, да, цены растут, и это говорит только об одном, о двух вещах это говорит. Первое, людей, которые хотят становиться пушечным мясом, уже нет. И второе, ну, почти нет. И второе, нужна мобилизация, объявлять ее, Путин боится, потому что это будет сильный раздражающий фактор. Он же, как опытный КГБшник, он понимает, что народ нельзя дразнить. Это превентивная мера, всегда в высшей школе КГБ изучалась. Мне об этом рассказывало много людей, которые там учились. Всегда КГБ думало наперед, думал этот комитет, о том, чтобы не раздражать население, чтобы избежать любого бунта. Это надо было всегда предусмотреть, предугадать и предвидеть. Поэтому мобилизация – это плохо, еще и учитывая то, что опять-таки я люблю математику. Смотрите, мы помним с вами хорошо 79-е годы, а вы помните вообще прекрасно, потому что вы были в Афганистане. В 79-м году Советский Союз вторгся в Афганистан, и с 79-го года, с декабря по февраль 89-го года, пока 40-я армия генерала Громова не вышла оттуда, за 10 лет погибло аж 13 тысяч. Ребят, 13 тысяч. Ну и какое-то количество раненых было, но это огромная 250-миллионная страна. 13 тысяч всего. Сейчас, и за 10 лет. Сейчас у нас 2,5 года, страна 140 миллионов, сотни тысяч погибших, и сотни тысяч коллег, без рук, без ног, без глаз, без носов, без чего-то, без ушей. К чему это я все? Вы не дадите мне соврать. Вот я помню, я учился 8-й, 9-й, 10-й класс, там в институте первые курсы, да, как раз это 81-й, 82-й, 3-й, 4-й, 5-й годы, да? Чего боялись больше всего советские мальчики? Оказаться в Афганистане. О чем были все разговоры на кухнях и на днях рождения? А вот где-то там, на массиве, там, оболонь, в таком-то доме привезли цинковый гроб. Парень погиб. А еще вот у сестры, брата такого-то, тоже погиб кто-то, родственник. То есть вот так вот это было. А вон еще, видите, человек без ноги, так он потерял ногу в Афганистане. А вы видите, что я вам скажу? Я очень хорошо помню, что где-то, наверное, году в 84-м, вот уже после смерти Брежнева, может быть, даже после смерти Андропова, вышло постановление, закрытое секретное постановление о том, что вот ветеранам Афганистана нужно предоставлять дополнительные льготы, там, предположим, разрешили ветеранам Афганистана приобретать автомобили вне очереди. Какие-то другие вещи, типа заказы продовольственные, я сейчас уже не помню. Но в том числе бесплатные государственные похороны и установка памятника на могиле. И вот я помню, пришел я на кладбище проведать, что называется, родительские гробы. И смотрю, одинаковые надгробия. Вот по той привычной аллее, по которой я ходил на московское, введенское, его еще называют немецкое, кладбище, в реформе. И смотрю, тут и там одинаковые, совершенно в одинаковом стиле сделанные надгробия, а на них фотографии молодых людей где-то в военной форме, где-то в штатском. И видно, очень короткая жизнь прожита. И вот я думаю, что, знаете, сделав, может быть, доброе дело, помогая семьям погибших ставить эти памятники, они, что называется, открылись городу и миру. И люди, которые раньше не знали о том, что вот эти люди погибают, вот эти молодые ребята погибают, стали обращать на это внимание. Это точно так же, как сейчас считают число погибших по фотографиям новых захоронений, которые появляются в интернете. Вы знаете этот проект, который BBC вместе с Медиазоной ведут, фиксируя документально подтвержденное количество жертв. Они на этой неделе насчитали 60 тысяч, говоря при том, что это только то, что мы можем точно подтвердить. Фактически фотографиями, официальными сообщениями, ссылками в интернете с конкретными фамилиями. И цифру эту нужно умножать на несколько, на 10. Евгений Алексеевич, так я к чему? В Советском Союзе тогда вот эти единичные, точечные жертвы были очень хорошо заметны. А сейчас? А люди, которые возвращаются с так называемой СВО, что они рассказывают вокруг? Поэтому вовлеченность населения уже огромна. И население, каким бы тупым оно и обдолбанным не было, оно понимает, что эта война плохая. Я вам скажу еще, что их ждет. Я помню, в 89-м году, после вывода советских войск из Афганистана, я оказался в узком кругу, был Борис Алексеевич Громов, он был тогда командующим Киевским военным округом, и Михаил Лещинский, с которым мы были в очень хороших отношениях, и Ада Петрова, его жена, вы наверняка их знаете. Михаил Лещинский был... Они, по-моему, уже покойники. Покойники, да. Сначала Ада Петрова умерла, потом Михаил Лещинский, я просто так поддерживал немножко контакт этот. И вот, что говорит Михаил Лещинский, для зрителей наших, я скажу, он освещал афганскую тему в программе «Время». Это главный был голос... Он был собственный корреспондент программы «Время» в Кабуле. Правильно, да. Ада Петрова, его жена, она тоже телевизионщица была, она, кстати, такая была, серьезная очень. Вот. И вот в этой компании Лещинский говорит, отовсюду слышны стоны афганцев, наших ребят, которые после войны приходят устраиваться туда или туда, просят о содействии в военкомате, а военкомы говорят, мы вас туда не посылали. И в организации говорят, а что вы от нас хотите? Мы вас туда не посылали. Идите к тем, кто вас посылал. То же самое будет в России. Они будут приходить в органы власти и говорить, помогите нам то, помогите. «Я участник СВО». Им скажут, то иди, обращайся к тем, кто тебя послал. К Путину иди. А Путина уже не будет. Да уж. Смотрите, Дмитрий, хотел вас спросить, это уже напрямую Украина не касается, но вы, наверное, конечно, следите за событиями на Ближнем Востоке. Как вы думаете, в ближайшие часы может начаться война Ирана против Израиля? Вы знаете, мне кажется, что Иран не будет делать ничего такого, что может создать для Израиля проблему. По одной причине. Они не самоубийцы. Вот, кажется, аятоллы, можно посмотреть на них и подумать, ну, они такие идеологические, такие заточенные, такие люди, что вообще... Да нет, они все любят доллары и евро. Они все хотят хорошо жить. У них огромное лобби во Франции и в США. Они хотят вообще сейчас вырваться из этого заточения на Запад к западному образу жизни. Не случайно новый президент, которого избрало большинство граждан Ирана, он заявил о нормализации отношений с Соединенными Штатами, с Западом. Ну, зачем им жизнь изгоев? Ну, кому хорошо изгоями жить? Ну, Путин еще повыдрючивается, потом его скинут, и Россия забудет это, как страшный сон. Поэтому, если Иран нанесет сокрушительные какие-то, попробую еще, пусть попробуют нанести, но если решится нанести сокрушительные удары по Израилю, ну, Израиль нанесет сразу же превентивные удары по всей военной промышленности, играться никто с ними не будет, они это знают. Соединенные Штаты и Великобритания отобьют все вместе с Израилем, что Иран запустит по Израилю, мы это видели и понимаем. Кроме того, арабские страны, дружественные по отношению к Израилю, тоже не хотят этого конфликта. Ни Иордания, ни Египет, ни Саудовская Аравия, ни Катар, ни Объединенные Арабские Эмираты. Никому эта война не нужна. Израиль всегда будет уничтожать врагов, которые принесли ему горе. А Свенцимов и Треблинок больше не будет. Еврейское государство этого не допустит. И если Хамас напал, пока Израиль не истребит всех, кто виновен в этом нападении, он не успокоится. Хизбалла напала, пока Израиль не истребит всех, кто виновен в этом нападении, он не успокоится. И никто не сможет Израилю сказать, не делая этого. Это доктрина национальная, начиная с Эйхмана, этих товарищей из НТБ, начиная с палестинцев, которые атаковали израильских спортсменов в 1972 году, в Мюнхене на Олимпиаде. И это бесконечная история. Израиль на этом стоит. Он будет всегда физически уничтожать врагов. Это правда. Это правда. И вот мы же видели эту историю последнюю. Там же не только был ликвидирован Исбаил Хания, да? Там многим досталось, правда? И смотрите, что делают. МОСАД, что делает. А кто сказал, что это МОСАД? А может, это МОСАД? Ну, условно, давайте назовем это МОСАД. Смотрите, что они делают. Заложили взрывчатку в далеком Тегеране, куда этот черт поехал, да? А кто заложил взрывчатку, с позволения спросить? Ну, конечно, иранцы. А чего заложили взрывчатку? Денежек много отсыпали. Ну, это же все просто. Разные есть версии. А говорят, кто-то запустил, привез дрон, в разобранном виде собрал дрон, и этот дрон туда и прилетел в этот дом, где был Исмаил Хания. А вот были глубоко законспирированные агенты той же самой израильской разведки, неважно какой, там МОСАД, ОМАН или Шинбет. Вы смотрели сериал, есть замечательный, Тегеран? Нет. Израильский сериал. О, советую, посмотрите, увлекательнейшая картина. два сезона снято Голливуд-Голливуд, просто блестяще снято, о том, как вот нелегальная разведка Израиля работает в Тегеране. Я знаю методы часто западных разведок, они предпочитают, и очень правильно, имея деньги, они предпочитают и получают результат. Тут есть один нюанс, дело в том, что... Кстати, русские так действуют. Да, один нюанс, просто в Израиле есть много выходцев из Ирана, которые свободно говорят на персидском языке, поскольку евреи, живущие в Иране, они не говорят ни на иврите, ни на идише, ни лодино, они ираноязычные, и вот из этих людей тоже вербуют агентуру. Слушайте, Евгений Алексеевич, вы же тоже свободно говорите на персидском языке. уже давно не говорю на самом деле свободно. Тем не менее, у меня есть идея использовать вас в подрывной работе против Ирана на территории Ирана. Как вам идея? Знаете, я бы мог сказать, как Василий Иванович, помните, Петька его спрашивает в старом советском фильме, а в международном масштабе мог бы командовать? Он думает, тяжело вздыхает в исполнении замечательного актера Бабочки, говорит, нет, в международном не могу, языков не знаю. Я вот таким образом отговориться не могу, знаете, радикулит у меня, вот радикулит, наверное, не пройду я экзамены специальные. Про языков не знаю, в первые годы советской власти первый сабнарком вошел такой министр по делам флота Дыбенко, помните, наверное, он был мужем Калантай, когда в 37-м году его взяли за жопу, как брали всех, ему припечатали обвинение, что он американский шпион, и он написал, значит, на протоколе допроса, он пишет, что как я могу быть американским шпионом, если я не знаю американского языка? Да, ну, кстати, вот вопрос о языках, в том числе об американском и об английском, да, если просто кто не знает, дело, нет американского языка, друзья, если кто не понял, есть английский язык, вот в Америке говорят по-английски, несмотря на то, что когда-то Америка была колонией Великобритании, но они, освободившись от колониальной зависимости, прогласившись независимость, продолжали говорить по-английски. Так вот, я вспомню, что вы сказали, хотел защитить англичан, потому что это англичане первые спели песню «На честном слове и на одном крыле». Это был фокстрот, который сочинили по мотивам истории о том, как возвратился героически из ночной бомбардировки обратно из Германии в Великобританию какой-то бомбардировщик. А песню эту потом перевели на русский язык, перепели, и она стала вот такой вот песней международной. Это так, просто справедливости ради. Ну, слушайте, всегда мы все тырили у Запада. Мы, это Советский Союз, бывший сейчас в России, всегда тырили все у Запада. Даже песни. Ну да, уж машины тырили, да, ни одного автомобиля не было в Советском производстве, который был бы, скажем так, оригинальный автомат Калашникова стырили, ракеты тырили, все тырили. Конечно. Да, между прочим. Конечно. Атомную бомбу? Да. И ее тоже. Вот. Только не у немцев, у американцев. Да. А нам рассказывали Калашников, Самородок. Какой Калашников Самородок? Приехал в Шмайсер туда, в Ижевск, и сделал автомат Калашникова. И все. Нет, ну, вы знаете, вот что касается ракет и ядерного оружия, я в свое время и той, и другой темой занимался, так сказать, снимал документальное кино об этом, и там вот такая любопытная история, что когда советская разведка добыла секрет производства атомного оружия, а это было уже ближе к 49-му году, когда стоял испытание, советские физики говорили своему высокому начальству, курировал весь этот ядерный лаврентий павлович, так вот они говорили, лаврентий павлович, мы можем лучше сделать, мы тут придумали массу всяких усовершенствований, но решение было такое высочайшее, что нет сделать точную копию вот той бомбы, которая была взорвана в 45-м году во время первого испытания в пустыне Аламагорда в Нью-Мехико. Вы знаете, что интересная история была у Королева с первой ракетой, потому что он тоже предлагал сделать лучшую ракету, чем вот эта фау Вернера фон Брауна, ему сказали нет, товарищ Королев, пожалуйста, точную, чтобы первая ракета была точной копией той немецкой, которая точно летала. Я вспомнил, просто я встречался с академиком Капицей, который вел в свое время программу очевидно невероятная, он был сыном Нобелевского лауреата Капицы, и он называл этот проект не атомный, а атомный. Я говорю, а что вы говорите атомный? Он говорит, и отец, и все физики, и Лаврентий Павлович называли это атомный проект. Как интересно. Кстати, ФСБ там сегодня рассекретило какие-то документы, связанные с тем, что якобы чуть ли не предотвратили тогда ракетно-ядерную атаку на Москву весной 1945 года. Мне чрезвычайно интересно посмотреть, какие подробности, потому что я прочитал и это изумился, потому что я очень хорошо помню, как в 1945 году, это документальная история, в 1945 году немецкие физики, которые уже были союзниками, интернированные, там сидели на территории какого-то санатория или какого-то пансиона, они были в шоке, узнав о том, что американцы получили ядерное оружие и взорвали его, потому что они уперлись в тупик тогда. Я уж не помню, в чем были причины, там много было причин, по-моему, даже американская разведка постаралась, запустила их по какому-то ложному следу, и тяжелой воды у них не было, это отдельная история, как, по-моему, британский спецназ предотвратил похищение запасов тяжелой воды откуда-то из Швеции, у шведов она была, но в любом случае, сейчас в очередной раз переписывают историю России там, как говорится. Как говорил все тот же Михаил Задорнов, покойный, великая страна с непредсказуемым прошлым. Это он говорил? Да. Ох, только вскурвился он, покойник, не могу не сказать про это. Да, помешался на российской жизни, на российской идее, да, но очень был яркий, интересный, искренний человек. Ну, он был талантливый человек, но сколько таких примеров, когда талантливые люди, а что Михалков не был талантливым режиссером когда-то, да, а что покойный табаков, который, черт-те что, потом, помните, наговорил про Украину и украинцев после аннексии Крыма, может, он был плохой актер. Такой бесконечный список этих скурившихся, потерявших стыд и совесть деятелей культуры и искусства, что просто плюнуть хочется, да. Как сказал мне когда-то у себя на даче в Комарово под Санкт-Петербургом 92-х, по-моему, летний знаменитый писатель Данил Гранин развел руками и сказал, Дмитрий Ильич, любить некого. Слушайте, вспоминаю еще одного покойника Михаила Жванецкого и строчку из каких-то старых, при старых его уже миниатюр. Вот, поставил полбанки на Картера и он пришел первым. На кого вы ставите в нынешней президентской гонке? Я абсолютно уверен, что президентом США станет Камала Харрис, я об этом сказал еще две недели назад. Вот, просто у Трампа шансов нет, если не случится ничего экстраординарного, ну, может, мало ли, знаете, что все может случиться, но по состоянию на сегодня у Трампа нет никаких шансов. То есть ставить надо на Камалу Харрис и точно можно выиграть? Не прогадайте. Ну, что ж, Дмитрий Ильич, вы же знаете, что больше 50 минут это плохо для Ютьюба, а вот это я знаю по моим ежевоскресным интервью с вашим коллегой молодым Александром Демченко, который говорит, Евгений Алексеевич, я для ваших каналов эти интервью даю по воскресеньям, да, и он мне всегда говорит, Евгений Алексеевич, только не больше 50 минут. Евгений Алексеевич, я настолько знаю, что надо делать интервью не более 50 минут, что целый ряд моих интервью достигает 5, 6, 7 часов. Ну, слушай, с вашими семью миллионами это позволительно. Вы же многомиллионник. ютуберов. У меня были интервью по 5-6 часов, которые, вы знаете, у меня есть одно интервью 4,5 или 5 часов, которое набрало 20 с чем-то миллионов просмотров. Это с кем если не секрет? С Сергеем Пугачевым. Ой. No comments, как говорится. Как-нибудь отдельно мы про него поговорим. Про все, что я о нем думаю. Ну, это отдельная история, повторяю. Дмитрий Ильич, спасибо огромное за этот разговор. Спасибо вам, Евгений Алексеевич. Надеюсь, не последний раз. И всего вам самого доброго. А, друзья, обращаюсь с тем, кто нас смотрел. Спасибо за то, что видели. У нас там 3 с лишним тысячи было в прямом эфире. И, конечно же, я думаю, вы уже лайки поставили. Если не поставили, ну уж, как говорится, не жадничайте. Поставьте. Подписка и вопросы вы можете продолжать задавать, писать ваши реплики, комментарии после того, как мы сейчас распрощаемся с Дмитрием Гордоном. И буквально пройдет несколько минут, это видео уже было выложено на моем канале в записи. И я так полагаю, что и вы... завтра дадим его на YouTube-канале в гостях у Гордона, а послезавтра на YouTube-канале Дмитрий Гордон, чтобы все смогли посмотреть это интервью. Спасибо огромное. Спасибо. До свидания.